Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Моя предрождественская подготовка идет полным ходом и также в этом видео я покажу вам некоторые дополнительные обновки и возможно даже потихоньку начну украшать дом. Но это не точно, потому что все-таки я снимаю видео в начале декабря и это как-то слишком рано. Ну, во всяком случае, у нас в семье такие традиции. Мы все украшаем прям в канун самого праздника. Но хочется добавить каких-то зимних декораций. Прежде чем мы окунемся во всю эту праздничную тему, я хотела поделиться с вами вот так, знаете, на эмоциях, своими впечатлениями от просмотра фильма «Дом Гуччи». Конечно, постарались с пиаром, потому что, несмотря на то, что я далека от мира моды, я не изучала все прям супер досконально, глубоко. И я решила пойти на фильм с моей подругой, которая также хотела его посмотреть. Мы вчера вечером были с Настей, потом ездили на ужин. В общем, идите в кино только с тем человеком, которому интересно или который способен высидеть практически три часа, потому что сюжет немножечко затянут. Я, признаться совсем откровенно, не была в курсе всей вот этой драмы, которая стоит за «Домом Гуччи» и всех вот этих скандалов. И мне показалось, что они даже особого такого отношения к моде, к каким-то вот именно произведениям искусства не имели. То есть это уже пришло как-то потом, вот этот культ «Домом Гуччи» для меня, это всегда была такая какая-то классика вне времени. Именно поэтому у меня тоже есть один, нет, два аксессуара от них, потому что это как бы что-то, что послужит мне какое-то время. Я потом еще пришла, поделюсь с вами такой пищей для ума. Если вам интересна эта тема, я вернулась домой. И мы еще с Настей тогда в ресторане сидели и читали, действительно ли так оно и было. Много правды в этом фильме. Но потом я еще включила на YouTube есть классный подкаст с Александром Васильевым. Это «Историк моды», наверняка вы его знаете. И это был увлекательный экскурс в историю бренда. И не только Гуччи, я посмотрела еще и о Ивсен Лоране. Тоже вам советую. Я сейчас в наряде, который я, наверное, надену на Рождество, на второй день Рождества. Он сейчас разравнивается, потому что он только на днях ко мне приехал. С эко-кожей так бывает. Я обязательно вам его покажу. Тем более, что он обошелся мне в копейки. И я, как амбассадор бренда Даниэль Веллингтон, хотела бы продемонстрировать вам, во-первых, свои любимые аксессуары, которые я ношу не снимая. Я могла бы упоминать их в каждом видео, потому что я действительно ношу их с преогромным удовольствием. У меня есть целых пять моих любимых моделей часов. Помимо этого, если у меня есть кольца на пальцах, то это даже не обручальное кольцо. Это всегда кольца Даниэль Веллингтон. И мне нравится носить их в комплекте. Вот такая потрясающая подвесочка тоже. И обратите внимание на то, что я столько лет рассказываю об этом бренде. Я ношу изо дня в день их аксессуары. И, во-первых, они до сих пор в хорошем состоянии. Во-вторых, они до сих пор актуальны. А все дело в том, что это современная лаконичная база из категории украшений и вот таких аксессуаров. И сейчас на официальном сайте много таких удачных подарочных наборов. Вы можете заказать их для себя или в качестве подарка какому-то близкому человеку. Я сама часто ношу не только часы, но, например, часы и кольца, часы и браслет, подвеска и часы. Комбинаций есть много. Они очень гармонично смотрятся друг с другом. Их также можно носить по отдельности. И на официальном сайте сейчас выгодные предложения. Скидки до 50%. Плюс вы всегда можете воспользоваться моим промокодом Ося2021. Он бессрочный. Он всегда дает скидку 15%. И, внимание, суммируется с остальными акциями. И заказывая сейчас на официальном сайте, вы абсолютно бесплатно получаете еще вот такие красивейшие подарочные упаковки. Не придется заморачиваться. Я, как видите, до сих пор их храню, потому что мне нравится, как они выглядят на туалетном столике. И также здесь удобно хранить любимые аксессуары. И все у нас в порядке. Сегодня на мне часы. Вот я не помню, сколько им лет, но до сих пор люблю и обожаю. С черным ремешком, с черным циферблатом и с вкраплениями розового золота. Я обязательно оставлю вам ссылки на каждую модель и напишу размер циферблата. У них есть часы как в серебре, так в золоте. С разными цветами циферблатов. И также мужские и женские модели. Модель часов Iconic. Насколько я помню, это самый маленький циферблат. Но они у меня есть разные. И она в розовом золоте с черным циферблатом. Супер универсальная. Вот такое сочетание серебра и золота. Причем оно такое приглушенное, не яркое. Да? Не блестит. Белый циферблат. И вместо цифр здесь камушки. Очень красиво, эффектно. И даже по-нарядному смотрится. Причем, вы знаете, все вот эти аксессуары, они всегда уместны. Вы можете надеть их на праздник, на каждый день. И за это они мне тоже безгранично нравятся. Часы, которым пришлось со мной не сладко. Я носила их максимально часто этой осенью. Это одна из последних моделей. Вот видите, они чуть побольше. С очень благородным, таким шоколадным циферблатом. Хорошо вписывается в мое коричнево-бежевое настроение. И еще одни очень оригинальные часики. Вот такие. Они отличаются от всех остальных. Это вообще были первые часы. Даниэль Валентон с таким прямоугольным циферблатом. У меня были с белым. И забрала Настя. И по сей день мне не вернула, потому что они ей так понравились. И у меня вот такие остались с изумрудным циферблатом. Вы видите, что я абсолютно искренне рассказываю о своей любви к этим аксессуарам. Это невозможно подделать. И достаточно посмотреть мои видео, чтобы заметить, что это действительно не реклама, а моя безграничная любовь. И то, что служит мне годами, и чему я не изменяю. Все нужные ссылки ищите в инфобоксе. А мы с вами продолжаем. На фоне у меня тут куча лего. Костюм вот вы сейчас, наверное, видите в цвете хаки. Но на самом деле это смежный цвет между бежевым и теплым оттенком хаки. На удивление эко-кожа супер приятная. Она мягкая, такая вся какая-то. Хочется ее трогать и трогать. И костюм у меня в размере XS. Но по ощущениям это даже можно сказать S, потому что жакет здесь объемный. Можно носить как вместе, так и по отдельности. Я всегда нахожу что-то интересное в аутлете Mango. И тадам! Я в тапочках. Я уже не стала приносить сюда босоножки, но черные, самые такие обычные, хорошо сюда вписались бы. Или черные лодочки. Брюки здесь на завышенной талии и на резинке. Причем они не короткие. Как видите, с каблучком будет классно. И потом я смогу носить это все даже с какими-нибудь лоферами на грубой подошве или же со спортивной обувью. Мне кажется, тоже будет выглядеть интересно. Субтитры создавал DimaTorzok О, Май Гад! У меня здесь приземлился Дед Мороз. Мы сейчас вместе с вами все это распакуем. И когда я говорила, что у меня идет масштабная подготовка к Новому году, я, как видите, не шутила. Я даже не знаю, с чего начать. Я хотела пойти переодеться. Но, пожалуй, пока я снова начну там приводить в порядок свою прическу и так далее, убежит дневной свет. А я очень люблю снимать при дневном освещении. У меня здесь огромнейший заказ из Ларидут, который я ждала какое-то время. И дождалась. Я очень рада, что он приехал ко мне еще перед праздниками. И ура, ура! Я не знаю, как это происходит, но в нашем доме регулярно исчезают маленькие ложки чайные. Набор, о котором вы очень часто спрашиваете, с вот такими то ли цикадами, то ли пчелками. Это французский бренд. И стыдоба, конечно, вы мне рассказывали, в чем тут соль. Но я забыла. И так как я даже не знаю, где приобрести эти столовые приборы в Кракове, потому что они периодически появляются у нас в Тикой Максе, но в ограниченном количестве. И я собирала наш комплект на протяжении, наверное, целого года. И эти столовые приборы также есть на Ларидут. Вот так они выглядят. Очень эффектные и удобные. И часто в хороших ресторанах можно увидеть их ножи. Я иногда их использую, когда нарезаю какие-то овощи. Не только вот именно для того, чтобы что-то есть, но в ресторанах эти ножи частенько подают в качестве столовых приборов к стейкам, потому что они хорошо разрезают волокна мяса. Что тут далеко ходить? Что я тут распинаюсь? У меня же сейчас даже под рукой этот нож, потому что это самый часто используемый прибор вообще из всех. У нас есть как с вот такими металлическими ручками, так и с темно-серыми и бежевыми. Я надеюсь, что это то, что я думаю. Боже мой, какая красота! У меня тоже наконец-то появилось праздничное настроение. Это очень оригинальный подсвечник, который вешается на стену. Но вовсе не обязательно сюда ставить тела, это настоящие свечи, а можно купить те, которые работают от батареек. Я сегодня как раз еду в ту часть города, где я смогу их приобрести. И я заказала несколько таких подсвечников. Они будут висеть над нашим праздничным столом. Скорее всего, с каким-то веночком. И вообще мне нравится постоянно там что-то менять. И очень-очень по-нарядному, необычно. И не только на праздники. Вообще можно куда угодно повесить такой подсвечник. Здесь все предусмотрено. И я нигде ничего подобного не видела. Обожаю пенопласт. Меня еще и ждет уборка. Вот это да! Вот это да! В комплекте 4 стакана. Очень красивых. Их можно использовать для виски, для какого-то крепкого алкоголя. Они, по-моему, так и называются. Там было несколько вариантов на Ларидут. Мне очень понравились эти. И даже в качестве подставки под кисточки, под какие-то карандаши для помад, под длинные помады или дилайты. Можно сюда вставить и получится вот такой подсвечник. Это невероятно красиво. Вот то, что мне очень нравится в Ларидут, это их стекстиль. Я даже в этот раз заказала постель от них. Такая немножко праздничная. Но помимо этого у меня есть и полотенца, и также разные скатерти, которые я уже много раз стирала. И они до сих пор хорошо выглядят, принты не выстирываются. И сама скатерть не меняет ни форму, не выглядит вот такой сильно пожмаканной. Прям отлично все. И в этот раз я взяла дорожку. Напишу вам в инфобоксе какой это размер. Мне понравился геометрический узор. Пока я выбирала, у меня из-под носа увели другую дорожку настольную. Но это тоже очень красивая. И она, кстати, не только на праздники подойдет. Здесь нет никаких елочек. Но если вам нравится золото в интерьере, или вы как-то хотите украсить ваш стол именно в такой цветовой гамме, то есть белый с золотом, то тоже гляньте, у них там есть несколько разных принтов и вообще даже расцветок. Потому что не обязательно брать именно белую. Были и зеленые, и красные, но я решила вот что-то такое более универсальное взять. Ну какая же зима без плюшевых пледов. У нас есть старый, от которого я наконец-то избавлюсь, потому что мне когда-то его дарила подруга на какой-то праздник. И вообще это тоже супер подарок. Вот знаете, и свекрови можно подарить, и кому-то, вы знаете, если есть что-то нейтральное, у него такая подкладка, ничего себе! Это как бархат, по ощущениям я вам клянусь. Он просто вот такой кремовый. Тоналка не отпечаталась? Нет, не отпечаталась. Он довольно большой, я потом покажу вам, как он выглядит в полном размере. Когда я показывала вам свои первые покупки к Новому году, там были такие зеленые наволочки. И вот такой кремовый цвет тоже очень хорошо будет выглядеть с ними, правда? Ее нужно еще отпарить. Она из плотной, типа как мешковины, это наволочка, а со второй стороны плетеная. Я думаю, что у нас с вами намечается декорирование дома. Новогодняя скатерть. Я обязательно покажу вам, как на ней смотрится посуда. Вот белая такая, не какая-то вычурная. И оставим еще и посуду на каждый день, не только на праздники. И теперь... Та-дам! Это же идеальное сочетание! Интересно, вы видите бардак, который я тут развела? Еще одна наволочка в комплект, так сказать. Кстати, на Ларри Дуд была еще очень похожая, но с золотом. И я ее прозевала. Кажется, такой большой. Размер у нее 45 на 45 сантиметров. И плотная, такая прям круто. У меня есть один набор полотенец из Ларри Дуд белого цвета. И вот они не желтеют. И мне нравится то, что у них такая грамматура, по-моему, это правильно технически называется. В общем, они такие не тонкие. И комплект, который я покупала, такой серенький в TK Max в прошлый раз, он вообще не впитывает влагу. То есть, вытирать с этими полотенцами буквально в бестолку. Они казались очень приятными и по ощущениям хлопковые. Но что не так, я вижу, что Томик постоянно спихивает их из нашей ванной комнаты. А полотенца из Икеи у нас очень быстро желтеют. Поэтому я заказала еще один комплект из Ларри Дуд. У них есть абсолютно разные цвета. Не только белые, не только вот такие бежевые. И Томик говорит, возьми что-то такое не чисто-чисто снежно-белое, чтобы это сужило дольше. И мой выбор пал на вот такой бежево-кремовый тоже. Здесь нет никаких узоров. И банное полотенце у них есть разного размера. Это 100 на 150. То есть, я могу полностью вся закрутиться. Еще и останется место. Если вы ищете прям толковое полотенце, то вам туда. Секундочку. Посмотрите. Это только половина. Представляете? Полотенце для рук, или я часто использую его для волос. Вот для лица у меня отдельные маленькие полотенца, которые я меняю чаще. А в комплект к большим я взяла вот такое. Видите? Оно тоже не маленькое. Прям далеко. Это все 100% хлопок и размер 50 на 100. Если вам нравятся какие-то темные или цветные полотенца, то они тоже представлены. О, да! У меня есть очень красивый подсвечник. И к нему отдельно можно докупить абажур. И так как я сейчас влюблена во все такое натуральное, слегка крафтовое соломка, уже которые сезон не выходят из моды. И к моим вот этим... Блин, я вот сейчас рассказываю. Типа вы видите. Ну, в общем, у нас соломенные сейчас такие зеркала декоративные, которых уже, к сожалению, нет в продаже. Но на Ларе Тут я видела разные варианты, как маленьких, так и больших. Если вам нравится такая тема, то можно купить самый универсальный, я говорила, подсвечник или этот светильник. Я имела в виду светильник. У нас такой стеклянный. По-моему, он тоже из Ларе Тут. Я его заказывала год тому назад. И вот сейчас к нему я купила сменный. Очень симпатично будет выглядеть как-то так по-новому. Возможно, поменяю его уже после праздника. И постель. Я взяла целый комплект, собрала отдельно. И здорово то, что можно выбрать размер подушки, потому что не у всех вот такие прямоугольные 50 на 70, а есть какие они там, ну, квадратные. Я, конечно же, брала под имеющиеся подушки. И очень интересно сделано, потому что с одной стороны у нас вот такой принт, со второй другой, более мелкий, менее яркий. И еще тоже такая фишечка, которой нет ни у одного другого бренда. Это окантовка. Я вообще-то облизывалась на такое постельное белье, типа как в отеле, знаете, очень красивое, стильное, элегантное. Но потом подумала, что у нас нет ничего подобного. И почему бы не привнести вот эту новогоднюю нотку в каждый уголок дома. Правда? Я отправила мужа в Лидл, чтобы он купил тарелки. Так как наши поразбивались в языке, я вам рассказывала. И, к сожалению, они уже не продаются. То есть вся вот эта коллекция, она уже снята с производства. И в одном из предыдущих влогов я показывала вам супницу керамическую, вот такую белую. И так как по традиции мы подаем два супа, то мне необходима была еще и вторая. Наконец-то, девчонки! Боже, как мне этого не хватало? И то, что я не могла унести из Лидла, это два комплекта, второй уже не стала доставать посуды. То есть это тарелки. Вопрос, есть ли здесь маленькие? Блин, я об этом не подумала. Набор для шести персон, и здесь 18 элементов. Между прочим, это польское производство, польская керамика. Вот видите? Так называется, с 1852 года. И если вы живете в Польше, то эта посуда регулярно появляется в продаже в Лидле перед какими-то праздниками. Все это, конечно, нужно намывать. Еще одна бумажка. И еще одна бумажка между тарелками. И вот теперь тарелка. Это маленькие блюдца. Потом загружу все в посудомойку. Посмотрите, какой красивый даже не узор, но вообще оформление. Из Икеи тарелки были потолще, но это не мешало им разбиться. Еще мне не нравилось то, что посуда из Икеи нагревается в микроволновке. То есть нагревается не еда больше, а сама тарелка. Надеюсь, что здесь этого не будет. И также на тарелке нет никаких узоров. Без проблем можно все помыть в посудомойке. Хм, я думала, они будут побольше. Это глубокая тарелка. Ну, как раз, чтобы все не объедались на праздники. Девчонки, это, знаете, ищи во всем позитив. Но тарелочки, конечно, очень красивые. Все, я поняла. Вот это большая обеденная тарелка. На нее ставится тарелка для супа. Я очень люблю керамику для дома. Посуду. Прям моя любовь. Еще один плюс. Я смогу разместить всех гостей. Потому что тарелки из Икеи гораздо больше. И получается, что они не помещаются там на три персоны. Прям так тесненько. Вот такие дела. Ситуация. Следующее. Мне предстоит убрать вот это все богатство. Часть придется оставить. Потому что здесь тоже обитают дети. Кстати, очень прикольные вот эти штуки. Они продаются во всех магазинах. У нас Мики и так далее. Это просто как большая такая подставка под Лего. Зато очень удобно на этом собирать. И потом хранить. Перемещать тоже. Поэтому Лего остается в качестве декорации. Здесь немножечко наведу порядок. И обновки. Только что была в моем любимом цветочном магазине. выбрала эвкалипт свежий. Это живая ель. Также настоящий хлопок. И вот это заснеженное. Это тоже живое растение. Я вся в белых таких штуках. Девушка еще подарила мне такие какие-то веточки. Не знаю, они живые или нет. Кстати, тоже да. Прикольно. И помимо этого я увидела прекрасную елку. И смотрите, какая она интересная. Это вообще популярная тема в Польше. То есть здесь внизу натуральный ствол. А сама елочка искусственная. Иногда ее так собирают из тоже натуральных частей. Но складывают отдельно. И получается такая елка на высоком пеньке. Иногда это тоже шарик, например. Ну то есть не елка, а типа как шарик на стволе. Интересно выглядит. Необычно. И вот эту елочку я планирую поставить, наверное, у входа. Но это будет потом. Пока что она будет обитать в зале. Чтобы остальным украшением не было так одиноко. Видите, что стоит мой вазон. Ждет своего букета. Я начинаю доставать все свои декорации. И потихоньку украшать. Еще в Тедди заглянула сегодня. И там нашла вот такую связку веточек заснеженных. Тоже хотела поставить у входа. Но пока что приперла в зал. И мне кажется, что с елкой будет здорово сочетаться. Еще я приехала в Юск. Оказалось, что там уже скидки. Причем они начались где-то спустя несколько дней после того, как я там затарилась. Спасибо вам большое. Вы мне написали в инстаграме, что можно прийти с чеком. Если не прошел месяц с момента покупки, то они вернут разницу. Я попробую так сделать, если найду чек. И в Юске, собственно, я взяла вот такой искусственный веночек. Почему искусственный? Ну, потому что мы будем делать позже с Настей натуральные венки рождественские. И я побоялась, что до Рождества он просто-напросто весь рассыпется. И также, сейчас, секунду, покажу вам. Он здесь уже сразу с подсветкой. Я уже в машине пыталась разобраться. В общем, сюда нужно вставить батарейки. И также можно поставить таймер. Еще этот веночек может находиться снаружи. То есть он не боится, ну, ветра, наверное, боится. А холода и дождя, снега, по сути, не должен. И можно поставить таймер, и он сам будет включаться на 6 часов. Как раз, когда потемнеет около 4. Прикольно, мне кажется. Еще нужно будет почитать инструкцию, которую я оставила в машине. Вот эта елочка, не знаю, она мне просто понравилась. Пока что подумаю, куда я ее поставлю. Возможно, в мою комнату, а может, где-то здесь пристрою. Так, вот эти веточки. Также из Юска искусственные. Я сначала думала как-то сделать букет с этим цветом. Так как он у меня уже, по сути дела, присутствует. Такой коньячный. Хотя вы его, наверное, видите как коричневый. Ну, типа коричневый. Что-то в этом духе. И, девчонки, я решила оставить эти веточки для венка рождественского. Можно будет все это аккуратно поразрезать. Потому что я хочу сделать веночки, ну, в каких-то таких оттенках. И теперь, знаете что? Самое смешное. Потому что я стояла в магазине Тедди. Вот так он называется. Там куча разных безделушек. В основном для рукоделия. И думаю, я возьму сразу елочные игрушки. Которые я буду складывать в подсвечники. Такие большие. Или же потом на елку повешу. Или для веночков. И вот это все выглядело бронзовым. Приезжаю домой, а это какое-то розовое золото. Ну, и ладно. Пусть будет розовое золото. И вот целый набор за 7 евро. Как видите. Разные формы. Разные размеры. В любом случае, мне это все точно пригодится. Если даже не в этом году, то в следующем. Или же на елку можно повесить. Будет у нас супер нарядное. Еще вот такие огоньки. Тоже должны были быть бронзовыми. Но на меня напал дальтонизм. По-моему, в Пепко нашла набор каких-то сухих вот таких штучек. Тоже прикольно выглядит в подсвечниках. Ну, в всяких там композициях. И еще в Пепко как раз привезли новогоднюю коллекцию. Рождественскую. Здесь с большим размахом празднуют именно Рождество. Мне понравилось зеленое. Прям вот. Кстати, она пахнет. Нет, не пахнет хвоей. Но чем-то приятным. Таким ненавязчиво сладким. И конечно же чашки. Ну вот, знаете, стоит показать что-то в инстаграме. И тебе сразу расскажут, что и как. Это блестки, которые пересыпаются как-то по-разному. И девочки написали, что нужно быть предельно осторожной. Потому что запотевает стекло. Видите, оно двойное. И также сюда попадает вода. Но ничего. Я как кружка маньяк и сорока. Думаю, ну пусть она побудет у меня. А вот эта. Она большая. Она, конечно, не суперудобная. Но зато какая она красивая. Такая тяжелая. Я люблю тяжелые чашки для чая. И большие снежиночки выпуклые. Это же просто роскошное зимнее удовольствие. Заварить себе вкусный ароматный чай. Благодаря таким толстым стенкам. Долго будет удерживаться тепло. И сидеть пить. Я сейчас как-то заново открыла для себя чай. И не бью. Не бью. И тоже не бью. Не пью много кофе. Зато на чай налегаю. Ой, девчонки. Я еще не успела принести сюда все свои декорации с прошлого года. Керамические белые домики. Только что поставила букет. И мне так нравится. Может, я даже не стану добавлять сюда новогодние игрушки. А повешу их на нашу миди-елку. Она не совсем микро. Скорее миди. Я очень довольна. Прям очень-очень. Я надеюсь, что вы мне простите то, что я декорировала в этом году без вас. Но я покажу вам уже готовый результат. Я, честно говоря, не хотела расставлять камеру, штатив, потому что время ограничено. Мы идем вечером в гости, поэтому мне нужно было торопиться. Елочка все еще без елочных игрушек. Но она обновится совсем скоро, когда дети вернутся из детского сада. И, пожалуй, это последний момент, когда я могу спокойно, в тишине все вам показать и рассказать. На комоде перед телевизором я поставила старые домики. Поменяла в них батарейки с прошлого года. И помимо вот елочки с левой стороны, все остальное старое. Добавила несколько шишек. И это, собственно говоря, все. Мне не хотелось здесь никакого цвета. Не хотелось все перегружать. Ну, для кого как. Для некоторых минималистов и это too much. Хочу вам сказать, что я очень довольна результатом. Со второй стороны стоит елочка. Мне она нравится даже просто с огоньками. Но сейчас, через 10 минут, Томик привезет детей, и мы начнем ее украшать. Поставила я здесь свои бревна. И также в подсвечник, который я покупала, показывала вам в осеннем декоре, сложила какие-то шишки, шарики из натуральных материалов, елочные игрушки и вложила те же самые огоньки. Они супер бюджетные и в Икее, и во всех других магазинах тоже можно поставить таймер, точно так же, как на елочке. Мика, ты очень хорошо сюда вписываешься. Просто как одно целое с моим новогодним декором. Решила включить свет для того, чтобы показать вам краски, которые я использовала в этом году. Действительно оказалось, что без красного может быть тоже интересно, празднично и по-новогоднему. Абсолютно все, что вы сейчас видите, я вам показывала во влогах. Иногда мы вместе с вами ходили по магазинам, что-то выбирали. И в этом влоге было много новых покупок. Давайте начнем с того, что здесь на столе. Вот такая салфетка. Она полностью расшита бисером. И если присмотреться, то здесь есть снежинки разные. То есть такая зимняя салфеточка. Здесь одна свеча из Юска, вторая из Пепко. Я стою со свечой и жду, когда догорит. Вон еще одна, потому что я справа вставила, и воск развился. Подушки хорошо сочетаются между собой. Зеленая Юск. Вот это то ли Зара, то ли H&M, не помню, рыженькая. На какой-то распродаже давно покупала Ларри Дуд. И со второй стороны такая же цветовая гамма, только светлые подушки отличаются. И вот этот уголок, это прям то, как я себе представляла мой декор в этом году. Я очень хотела сделать зимнюю композицию. Здорово то, что она будет долго стоять. Все не нужно поливать. Можно засушить. Можно потом отдельно все использовать. Я добавила всего несколько елочных игрушек, и этого вполне достаточно. Помимо этого, я еще разложила гирлянду, которая сначала оказалась не совсем подходящего цвета, но потом, когда я вставила батарейки, то все заиграло. На стол я пока что ничего не ставила, потому что Тома как раз привез свежие живые цветы. Вот когда они завянут, тогда я буду заморачиваться и что-то выдумывать. Но над столом уже повесила и веночек, вставила батарейки. Все, как видите, работает и мои крафтовые снежинки. У меня сегодня будет не просто чистая и свежая постель, но еще и полностью новая. Я уже все постирала, немножко отпарила и заправила. И я не знаю, как так получилось, но оказалось, что наволочки велики. И поэтому будьте более внимательны. Я даже не знаю, что пошло не так, но я взяла другие подушки и более-менее сейчас они сели. Но у меня, видимо, какой-то другой размер. Не 50 на 70, а может 50 на 60. Я не знаю, нужно будет глянуть в Икее. Также я нашла простынь. Я все-таки ее заказала. И я должна вам абсолютно точно сказать, что она гораздо лучше садится. То есть при том, что размер простыни из Икеи и вот этот один и тот же, и киевская какая-то великоватая. И ее сложно заправлять. Это же идеально. Игнашка тут со мной. То есть видите, пододеяльник сделан так же, как наволочки. Принесла сюда плюшевый плед. Я решила оставить его в спальне. И я та еще мерзлячка. Иногда я еще чем-то укрываюсь, при том, что одеяло пуховое. Но вообще для красоты даже в зал это супер находка. У нас в ванной комнате плитка не чисто белая, а слегка кремовая. Сейчас, правда, здесь в санузле у нас все совмещено. Такое прям теплое освещение. В жизни чуть белее. И обогреватель, полотенцесушитель тоже кремовый. И вот смотрите, я повесила полотенца. Здорово смотрится, правда? И они не превратились в тряпку после стирки. Так что я очень довольна и будем пользоваться. Микус, ну ты попрощаешься? Мика лежит, отдыхает после прогулки, поэтому придется сказать мне. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.